Неужели NVIDIA Blackfall будет горячее как печка? Что у нас там с процессорами Intel Arrow Lake, особенно мобильными? Есть спецификации чипов Intel Core Ultra 200? Intel говорит, что Arrow Lake и Lunar Lake не будут подвержены проблемам, как было до этого в некоторых других процессорах. Наконец-то релиз Intel Core Ultra 200. Ви, неужели Intel имеет превосходство за встроенной графики Lunar Lake? Еще ряд интересных тестов и немножечко подробностей про PlayStation Pro. Ну и бонусная информация вас тоже на сегодня ждет. Салют, пипл, с вами Хьюман и, как всегда, глоточек полезной и вкусной информации для вас. О да, это оно. Так, ну, как заявляют, правда, неофициальные источники, нынче продолжает поступать информация про видеокарточки GeForce RTX 50-й серии, то есть следующее поколение NVIDIA Blackfall. Так вот, если опираться на информацию, которая поступила в сеть, то на фоне предшествующей видеокартам серии RTX 40-й серии, то, понятное дело, что будет там не только выше производительность, но и выше энергопотребления. Ну, допустим, в той же флагманской RTX 5090 вангует 450 ватт и выше. Что интересно, что и подобная информация, похоже, происходила еще от источника Seasonic, то есть это вам как бы не просто мазанное вилами по воде. В своем калькуляторе мощности Seasonic показало, что в блоке питания TDP-шка составляет 500 ватт в RTX 5090, а это, ну, уже как минимум на 50 ватт больше, нежели в 4090, в флагмане нынешнего поколения. Плюс нам стоит, скорее всего, ожидать, что RTX 50-й серии продолжит и дальше использовать контактный разъем, скажем так, дополнительного питания 12VH Power, то есть 12 плюс 4. А он же по большому счету рассчитан на 600 ватт мощности, то есть тогда получается, что должен справиться даже с такой видеокартой. Ну, а официальный релиз этих видеокарточек должен состояться либо в конце этого 24-го года, либо же в начале 25-го. В любом случае, под дождем посмотрим. С такими видеокартами зимой точно холода не будет. Теперь же CPU Arrow Lakes, мощный, как заявляет Intel встроенный график, и че же они там бодяжат. Ну, вот источник нашел в таможенных базах упоминания процессоров Arrow Lake Halo, или же Halo. И вот тестовые платформы на их основе ныне проходят испытания в лабораториях Intel. Вообще, если так вот копнуть, то информация про подготовку процессоров Arrow Lake Halo появилась, ну, пару лет назад где-то. Но с того времени каких-то там прям свежих, эксклюзивных новостей особо в интернете не было. Тем не менее, если мы говорим запросы, то здесь Intel планировал объединить 6 высокопроизводительных ядер и 8 энергоэффективных, плюс мощный графический блок класса GT3. Все это в итоге должно было дать 320 execution units. Что касается архитектуры IGPU, ну, то есть встроенные видюшки, непонятно, че там будет. Но если мы посмотрим на ARK Alchemic, то это будет соответствовать 20 XE ядрам. Ну, для сравнения вам видеокарточку возьмем Intel ARK A580, которая имеет 24 XE ядра. И вот в итоге, по задумкам корпоративного гиганта Intel, платформа Arrow Lake Halo должна послужить, ну, основой 14-дюймовых ноутбуков, которые, кстати, должны составить конкуренцию аналогам Apple. И по факту, как раз-таки, примерно на такой же сегмент ориентирована и компания AMD со своими процессорами Strix Halo. Ну, а подробнее, когда мы будем знать информацию? Правильно, 25-й год. А хотите, я вам расскажу про раскрытые, вроде как уже спецификации, трех интересных процессоров Intel? Хотите или нет, все равно расскажу. Так вот, мы знаем, что Arrow Lake S, то есть Intel Core Ultra 200, о них презентация или информация должна подробно состояться уже в октябре. Но поскольку мы с вами не особо любим ждать, то мы ищем информацию или слухи в интернете. И вот кое-что нашли. Так вот, Core Ultra 5-235 и Core Ultra 5-245 получат 6 высокопроизводительных ядер и 8 энергоэффективных. Для 235-го характерна частота пи-ядра от 3,4 до 5,1 ГГц и и-ядра от 2,9 до 4,4. А вот у 245-го, Core Ultra 5-245, эти параметры составляют от 3,4 до 5,1, то то же самое, но чуть-чуть отличаются и-ядра 2,9 до 4,5 ГГц. При этом оба процессора имеют PBP, то есть процессор Base Power 65 Вт. Но ведь у нас есть Core Ultra 3-205. И здесь он получит 4 пи-ядра с частотой 3,9 от 3,9 до 4,8 ГГц и 4 ядра, работающих на частоте 3,3 до 4,2 ГГц. Ну и думаю, вас не удивит, что PBP составит не более чем 65 Вт. Очень не хочется уже сколько раз выпусков, говорю, возвращаться к проблеме Intel с их. Я уже не знаю даже как это назвать. Короче, с их проблемами то чё-то поломается, то чё-то сгорит, то чё-то с вольтажом, т.д. и т.п. Короче, но есть один интересный ответ от самой Intel снова. Мы с вами в выпусках уже предыдущих рассматривали нестабильность работы процессоров Intel. Это касается Core 13-14-го поколения, это по большому счёту Raptor Lake S. И эта проблема даже получила имя, ну скажем так название, V-Mint Shift Instability. И как заявила в своё время Intel, то данная проблема, она в ограниченном количестве процессоров. Но вот есть ещё одно заявление, что ЦПшки Lunar Lake и Arrow Lake, которые сформируют линейку Core Ultra 200, это касается как, кстати, ПК, так и ноутбуков, то они не будут подвержены этим проблемам. И тут вопрос, а почему такая уверенность? Ну, во-первых, они аргументируют, что будет новая архитектура, но опять же, обещать, что не будет проблемы, это не значит жениться. Ну и со слов Intel, вот эта вот проблема V-Mint Shift Instability, она может появиться только на старших процессорах Core 13-14-го поколения. И мы знаем, что Intel уже как бы дала дополнительные 2 года гарантии, но тем не менее, всё равно неприятненько. Но однако Intel всё-таки какие-то ответы даёт и рекомендует, опять же, обновить прошивку UEFI до максимально последней версии и активировать профиль Intel Default Setting. Это всё делается в настройках материнской платы. И здесь, ребятки, давайте зафиксируем. Я вам визуально оставлю и прочитаю. Какие процессоры и линейки не будут затронуты этой проблемой? Мобильные и настольные процессоры Core 12-го поколения. Я напоминаю, что проблемы в 13-м и 14-м. Настольные процессоры Core 13-го и 14-го поколения класса Core i3 и Core i5, то есть которые без приставки K. Мобильный Core 13-го и 14-го поколения, включая процессоры серии HX. Процессор Xeon для серверов и рабочих станций. И процессор Core Ultra 100. Скрестим пальцы. Ну и что касаемо наконец-то релиза Intel Core Ultra 200V. Буквально на днях состоялся официальный релиз первых процессоров 200-й серии. И речь здесь идёт именно о мобильной линейке 200V. Ну их также, вы знаете, как Lunar Lake. По большому счёту, именно данные процессоры, они были созданы на максимальную энергоэффективность. Соответственно, если вы захотите их поюзать, то скорее вы найдёте их в ноутбуках, скажем, ультралёгких и ультратонких. И, в принципе, также в портативных игровых системах по типу MSI Claw 8 AI+. Ну и если мы говорим за особенности именно данных процессоров Lunar Lake, то Intel раскрыла их ещё на выставке Computex в 2024 году. Если говорить христиматийно, то у нас получилось x86 ядер, всего 8 штук, то есть 4P и 4E, без поддержки Hyper Trading. Здесь у нас встроенная графика поколений XE2 LPG и более производительный NPU-блок для ускорения ИИ-приложений. Чипы LPE DDR5 и X8533 на одном текстолите с кристаллами процессора, а объём АЗУшки равен 16 или 32 ГБ. Если говорить за флагман, самый крутой процессор Intel здесь у нас стала модель Core Ultra 9 288V. Тут у нас частоты 3.751 ГГц, то есть в перерасчёте на E и P ядра, 12 МБ кэш памяти третьего уровня, встроенная графика ARC A140V на 8 XE ядер с частотой 2.05 ГГц. Также NPU-блок производительностью 48 ТОПС и 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X. И, между прочим, это у нас единственный процессор Lunar Lake, который, скажем так, имеет IP-пишку 30 Вт. У остальных же CPU он равен 17 Вт, ну а конкретнее это процессор Base Power. Кстати, что интересно, Intel также поделилась результатами собственных бенчмарков, ну правда, если это собственные, то вы понимаете, какая тут может быть объективность, но тем не менее, они при этом заявили о превосходстве над некоторыми моделями как AMD, так и Qualcomm, причём по разным параметрам. Но я подчеркну, это не объективный, независимый тест, поэтому надо посмотреть, когда вот уже выйдут, и посмотреть тестирование разных, скажем так, IT-блогеров. А я напоминаю, что релиз у нас 24 сентября. Ну и давайте всё-таки глянем на бенчмарки, о которых так заявил и так хвастается Intel. В частности, она раскрыла производительность именно интегрированной графики, и назвав её наилучшим в мире встроенным GPU. Ну да, верим, верим. В основу нового видеоядра легла естественная архитектура Intel XE нового поколения, которая также будет использоваться и в дискретных 3D-ускрытелях Arc Battlemage. Так вот, если мы всё-таки поверим Интулям, то графический блок Arc 140V в составе Core Ultra 9 280V в среднем на 31% быстрее iGPU процессора Core Ultra 7 155H, то бишь Meteor Lake. Более того, он обеспечивает на 68% лучшую производительность относительно Qualcomm Snapdragon X Elite, ну а если мы сравним с AMD, тот же Ryzen AI 9 370HX, то по быстродействию встроенной графики новинка Intel оказывает на 16% быстрее. И кстати, интересный момент, как сообщает источник, что специалисты Intel ряд игр не смогли запустить на процессоре Qualcomm. Ну как-то так получилось. Но это ещё не всё, есть ещё любопытная информация, ну относительно тестирования результатов. Да, мы с вами понимаем чётко, что пока что нету полноценных тестов Core Ultra 200, но тем не менее, некоторые данные в сети есть. Ну вот, например, в социальных сетях появились результаты тестирования нового Core Ultra 7 265K со встроенным бенчмарком CPU-Z. Напомню быстренько, что Core Ultra 7 265K использует 8 ядер LionCaw и 12 ядер SkyMod, но без технологий Hyper Training, поэтому обрабатывает 20 потоков. И вот согласно слухам, которые были ранее, он должен работать на максималках частоты Boost до 5,5 ГГц. Но на приведённых скриншотах мы с вами чётко видим, что максимальная частота здесь составляет 5,2 ГГц. И как заявляет источник, то причина расхождения тут достаточно проста и поясняется легко. Потому что максимальное ускорение процессора получает в режиме Turbo Boost 3.0 для двух ядер, и в режиме Turbo Boost 2.0 для одного ядра. И при нагрузке по всем ядрам получается частота 4,6 от 4,6 до 5,2 ГГц. В итоге, что мы знаем и что мы видим? В однопоточном тесте CPU-Z новый процессор показал результат в 885 баллов, а это меньше эталонного результата в 892 балла для Core i7-14700K. Но в многопоточном тесте новинка продемонстрировала 15709 баллов, в то время как у Core i7-14700K средний результат примерно 14805 баллов. А я вам напоминаю, что этот Core i7-7 насчитывает 8 производительных ядер с HyperTrading и 12 энергоэффективных ядер, то есть всего 28 потоков. И вот выходит, что Core i7-265K смог обогнать своего предшественника при меньшем количестве потоков. И это, ребятки, достойный результат. Главное, чтобы проценты не горели. Ладно, шутки, которые надо забыть. И поскольку я вам уже сказал не только про Intel, и что некоторые процессоры Intel будут в портативных консолях, то не грех сказать за портативные консоли. Ну, хоть MicroStar International решила все-таки не спешить с выпуском нового поколения портативных игровых систем Клоу, все-таки они анонсировали модель Клоу-8AI. И она выполнена как раз-таки на платформе Intel Lunar Lake. Кстати, если что, то этот анонс состоялся также на Computex 24. Но тут, конечно, есть один не очень приятный момент. То есть, несмотря на то, что CPU-шки Intel, как мы с вами поняли, выйдут уже в продажу 24 сентября, то вот сами консольки портативные раньше следующего года на рынок не появятся. То есть, сам официальный дебют MSI Клоу-8AI+, должен состояться на выставке, опять же, на выставке CS 2025 в начале января. И, как заявляет сам представитель вендора, то новая модель не заменит оригинальную Клоу, а станет, скажем так, более производительной альтернативой, то есть улучшенной версии. Какой именно процессор ляжет в основу Клоу, MSI пока что не говорит. Ну, как бы там ни было, все CPU-шки Lunar Lake представляют x86 ядра одинаково, то бишь 8. Все это, как я и говорил, BS Hybrid Trading. Это 16 или 32 гигабайта оперативной памяти и встроенная графика XE2 LPG на 7 или 8 XE ядер. Ну, а если же говорить за оснащение самой портативки, то она получит 8-дюймовый экран с разрешением 1920 на 1200 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Два порта Thunderbolt 4, NVMe накопитель формата M.2 2280 и аккумулятор на 80 Вт-часов. Ну и раз уж мы с вами, друзья, заговорили за портативки, пару слов скажу еще за плойку Pro. О каких-то официальных информации, официальных новостей про PlayStation 5 Pro сейчас, ну, прям вообще не пруд и не пруди. Тем не менее, хоть и Sony затаила молчание, где-то притихарилась, все-таки информация про разработку так или иначе всплывает. И в интернете вы можете найти уже достаточно длительное время характеристики пятой прошки. Так вот, нашим коллегам посчастливилось все-таки ознакомиться с, скажем так, коробками для PlayStation 5 Pro, а это говорит о том, что релиз данной консоли, ну, блин, я думаю, будет довольно скоро. В итоге прошка будет выполнена преимущественно в белом цвете, ну, а выделяться будет над своей предшественницей тремя полосками по бокам. Ну и, возможно, чуть более толстый корпус. И что сразу интересно по информации, то, что на фронтальной панели будет два порта USB Type-C. Что касается официальной презентации или вообще когда будет информация, то, возможно, это будет уже скоро, в сентябре или максимум в октябре. А учитывая, что множество скидок, множество игр и проектов и так далее происходит в... ну, Рождество, скажем так, Новый год и так далее, это вы сами знаете, то, скорее всего, есть вариант того, что PlayStation 5 Pro появится именно в этот период. Ну, это выгодно экономически. Но это все по большому счету спекуляция, мы это делать не будем, просто предполагаю. Если мы хотим знать реально четко и точно, мы ждем официальных характеристик заявлений от Sony. Но все же хотелось бы понимать, а рассчитывать на какую производительность, с чем можно сравнить, с какой видеокарточкой, допустим, можно сравнить PlayStation 5 Pro? Вроде как с RX 7700. Да, инсайдеры заявляют, что PlayStation 5 Pro будет показывать производительность на уровне Родиона RX 7700 XT. Но, что интересно, будет все равно производительней в работе с трассировкой лучей. Да, звучит довольно диковинка как. Правда, вот что касается характеристик консоли, инсайдер ничего не сказал. Но вполне вероятно, что уже в течение данного сентября мы с вами увидим полноценную презентацию новой консоли. Потому что раньше об этом говорил инсайдер Билли Билли Кун. Тут единственный момент, может быть, это касаемо цены. Он спорный, потому что 700 долларов это, как минимум, стартовая цена, которая не маленькая. А если мы говорим за форан пост СНГ, соответственно, она может быть еще выше. За такую цену, в принципе, рассчитывая на производительность 7700 XT, вы сможете собрать ПК, ну, по производительной. Но здесь, как консольчик, который уже консолен, я могу сказать так, что имея на борту у вас, как минимум, просто обычную пятую плойку, вы покупаете, да, игры чуть дороже, но вы покупаете под ключ. Без всякой, извините на слове, еболы с настройками, трассировками и так далее. Вот последняя игра про Фрэнка показывает, что технологии ни NVIDIA не работают с Upscale, ни дорисовка кадров, ни технологии XS от Intel не работают вообще. Только AMD, FSR и только с дорисовкой кадров. Меняя настройки на производительность или на, допустим, баланс и графику, это ничего не влияет. Конечно, это исключение, но, тем не менее, такие моменты есть. И таких моментов очень много. Все равно игры, заточенные на плойку или на тот же Xbox, они будут намного лучше себя чувствовать, потому что железо там одно и то же. На этом, друзья, у меня для вас на сегодня все. Я надеюсь, вам понравился сегодняшний видос. Если да, то поддержите его лайком. Если понравился еще больше, то можете написать комментарий. Ну и если вы вообще в восхищении от того, что происходит перед вашим монитором, присоединяйтесь к нашему Патреону, Монобанк, Крипто, Бустик, Донейшн Алёртс, что вам удобно. Потому что нынче финансовая поддержка очень сильно важна для того, чтобы и жить, и хоть как-то поддерживать проект. Ну а с вами, как всегда, был Хьюман и, как всегда, кайфовой вам игры. Не забывайте, что таскать железо можно не только лишь ПК. Субтитры сделал DimaTorzok